здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня у нас 12 урок будет завершающий в каком плане в общем в краске вот эти вот этапы красок вот смотрите что у нас получилось до конечном итоге вот такие бровки вот такая головка так вот все до щечки румяны все это прожарила запекла я считаю что нормальный цвет очень такой удачный получился хороший не яркие не бледные ночью нормальный то что я хотела на такая девочка то что я прорисовывала бровки да вот видите это вот этот карандашик сначала был призма color называется и у него rs 1082 до этот номер я с америки эти карандашки выписывала вот они да я в том видео говорила так вот развела я красочку вот эту вот умер коричневая добавила немножко капельку там и тоже прорисовала вот такой тоненькой кисточкой тут прорисовала наверх карандаша такие бровки получились так но знаете что я на губки вот это вот добавляла знаете да сегодня у нас теперь вот такой вот дэнни скин или как он тут правильный дэну скин да правильно в общем его надо наносить не тут немножко уже остается да я много куколок уже сделала так тут написано значит вам даже если переведу покажу увеличу чтобы вы видели вот тут уже температура у нас другая тут у нас идет температура аэрогриле совершенно другая до виски называется правильно да уж давно не брала в руки вот смотрите сейчас я сначала увеличу себе потом вам да тут написано нужно 130 градусов 10 12 минут держать понимаете совершенно по-другому не так как мы делали сто сто десять и пять минут этот продукт совершенно по он должен пропечься его не больше не меньше нельзя именно столько поэтому вот чтобы вы знали да вот видите посмотрю сейчас сколько у меня его осталось вот это у меня уже будет завершающей ну вот видите сколько но на куколку на 2 еще у меня хватит потом я буду заказывать буду заказывать это много надо будет что заказывать вот такой вот у меня продукт у меня еще есть другой варниш но я его не очень-то люблю он эффект какой-то у него немножко такой корявенький получается мне он не нравится мне вот этот больше нравится он такой ну и блеск немножко дает да он дает немножечко блеска ну ну мне нравится знаете кому-то не нравится мне не скажу прям там сильно немножко такой знаете средний да этот варниш по-моему он такой как жестковатый такой меня он тоже есть сейчас где-то покажу вам даже сейчас минуточку так вот он его тоже можно сатин да а это наверное а это не тварниш правильно да видите сатин я не знаю что-то как-то мне он не очень ведь он какой ну закончится этот их говорят можно и мешать между собой ночь что-то я так не рискну мешать в общем вот так вот вот этот вот вот этот вот да можно мешать кин тюнинг медиум вот с этим вот вместе и такой эффект хороший получается тоже кожа такая у ребеночка такая более такая вот гладенькая становится не такая шершавенькая потому что если вот этот один она ну вот этот больше шершавость дает чем вот этот вот этот более ну такой сглаживает если вот это вместе добавлять на немножко добавлять он более такой нежный эффект кожи дает вот чтобы вы знали могу правильно вам сказать ладно, да, приступим, давайте я сейчас покрою головку хотя бы вот этим вот она у меня остыла, наверное, только пропекла нет, я пока головку тогда не буду давайте покроем ножку, наверное потому что головка у меня еще теплая, и пока теплое что-то, нельзя ничего покрывать и делать потому что эффект будет очень плохой будет все блестеть потом чтобы вы знали, пока не остынет ничего не делайте, ни краской ни, ну вообще ничем да, губки когда мы уже все покроем потом мы будем уже губки покрывать такой вот, как глянцем делать носик сопельки, это еще все впереди, в общем, такая девочка получается, хорошая я довольна результатом, мне нравится очень мне нравится как она получается вот, ладно тогда, давайте, да я вам покажу, как я делаю вот, я чистый спонжик беру и спонжик надо смочить смочить, чтобы он был влажный но он был, не должен быть мокрый он должен просто быть влажный я его сейчас смочу, выжму сейчас отключусь, а потом включусь в общем, смотрите, что я, наверное, с головки все-таки начну она уже остыла пока я тут копалась остыла, но нежелательно да, даже теплую не надо потому что эффект совершенно другой будет ну, попробую наверное, ли все-таки с ножки ну, хотелось с головки, да ну, в общем, пока буду говорить еще больше остынет вот, беру, да я его сначала должна немножечко вот кисточку такую беру я ее мою всегда должна его сначала как бы размешать он такой плотный, твердый, да видите, какой смотрите, видите, какой немножко я его должна вот так вот здесь вот так вот подмешать, да разогреть, можно сказать его разогревают потому что комками его не наносят его надо вот так вот кисточкой прям разогреть разогреть, разогреть вот должен мягкий быть ну, мне хватит на куколку еще может быть и еще на вторую если что, мне еще есть если что, я выпишу проблем нету но он тоже не дешевый он где-то стоит я не помню уже сколько но он не всегда еще бывает вот в чем проблема-то не всегда бывает вот видите, он уже такой становится вот его так делают обязательно комком нельзя наносить разогрейте сначала вот так вот все теперь можно теперь он мягенький стал вот все теперь можно лишнее убирать вот так товар дорогой дешевый тоненьким слоем так, ну-ка, потрогаю головку ну, в принципе, остыло можно уже делать да так, смотрите беру я спонжик я его помыла да, он влажный но он не мокрый он просто влажный потому что нам надо именно влажный нам не надо сухой вот и теперь я беру и вот так прохожусь да так прохожусь везде 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 не торопитесь он не высохнет это те красочки с которыми можно долго работать надо его хорошо потом вбивать ну, как бы чтобы эффект кожи был такой знаете в ушках все везде вот в складочках потом хорошо эти складочки надо обязательно чтобы не было белых вот таких потеков не потеков а как вот таких как же сказать ну, забирается там такие в складочках сами знаете вот ну, надо все хорошо промазать это важно очень если не хватает немножечко возьмите еще чтобы сухо не было тоже ну, и много тоже не надо чтобы потом там вот и вот после этого да да скина да когда вы запекете как будто вот эти все краски они становятся сильнее они как бы проявляются наружу появляются да если какие-то там не было видно да что-то такое после этого как-то как будто оживает да такое ну не знаю но вообще-то на самом деле это так оно есть все да лишнее убираем чтобы нигде ничего не было все должны промазать так не оставляем обязательно надо втюкивать втюкивать теперь берем этот с помощью который я сказала знаете головку лучше поставить потому что это так тяжело держать она тяжелая нам надо хорошо сделать да я убираю лишнее все я уже запачкалась и берем все тут я не промазала еще где плохо видно надо лучше везде промазать хорошо так так берем я с личика всегда начинаю чтобы лишнее все убрать видите какой эффект кожи вам надо вот вот именно вот это делает эффект кожи видите как у человека посмотрите вот это место как наша кожа наша конечно уже не такая кожа как у младенца но все же и вот здесь теперь надо все все хорошо обязательно все пройтись нигде ничего не забыть да и в складках везде в углублениях чтобы вот смотрите если мы не пройдемся вот и полоски да мы кисточкой делали будут потом вот такие вот полоски потому что это немножечко уже другое желательно чтобы уже сюда соринки не попадали вот волосинки всякие потому что оно вместе с этим может и запечься хотя у меня тут и бывает от кошачков моих они тут у меня пока меня нет но я их выгоняю я их на ночь выгоняю чтобы они мне тут на стол не лезли потому что у них привычка где я там и они вот видите вот так вот в ушках прям так вот заходим обязательно все это делаем не торопясь не надо торопиться спешка здесь не нужна если у меня камера отключится значит у меня закончилось там все имейте ввиду ну вот делайте тогда потом когда это все высохнет хорошо мы это запекаем в аэрогриль делаем это один раз но если вас что-то там не устраивает что-то у вас там случилось то можно всегда еще второй раз это делать ну сделать ничего страшного но вообще делается один раз так Соня прекрати вот как только я что-то начинаю делать они начинают меня там что-то требовать кричать ругаться понимаете что мордочку хорошо надо прям личко хорошо вот эти складки вот эти складки обязательно все прям все прям старайтесь больше вот это делать что-то уже попало сюда надо это убрать иначе потом так и останется просто убрать пока вот это лишнее все и потом опять протекать с той стороной чтобы эффект кожи был кожи как у младенчика становится такой эффект эффект такой где губки тоже обязательно делайте так чтобы там ничего не осталось глазки очень важно здесь обычно остается тоже прям подольше поделайте пока она это такая вся не станет полусухой можно сказать так ну да работы много работы много ничего не скажешь какой ветер сегодня на улице вроде тепло солнышко ну тучки то зайдут то выйдут то зайдут то выйдут то солнышко так тепло и типа несколько раз прохожусь потому что вроде бы это потом смотришь опять там что-то попало вроде как хочется что все все хорошо было кошки эти соня ну-ка прекрати истерику прекрати мне истерику в общем такая беспокойная кошка стала это кошмар я не знаю что это с чем это вообще связано то что у нее котята сейчас или что ну у нее же не первый раз да уже было такое может у кого-то такое было скажите мне что делать или какие-то успокоительные что-то давать всех кошек других баламутит с ума сводит криками у нас еще Софийка она такая паникюрша если это начинает что-то там кричать та тоже начинает или вот дети если кричат плачут да и та начинает кричать Соня ну-ка прекрати с ней строго надо с собой в общем с головкой прошивания тоже будет сложновато мне потому что головка очень тверда я не знаю греть ее надо придется как-то вот вот видите и вот здесь вот тоже немножко уже ну там не важно ладно там я прошиваю самое главное вот тут вот чтобы было хорошо поэтому надо вбивать до тех пор пока оно не будет это все вбито в общем поработать надо здесь ой ветер какой трюка прямо теперь должно все 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 высохнуть прям конкретно высохнуть тогда только запекать вот и запомнили да 130 минут 12 13 минут по-моему 130 градусов то есть наговарившись а да правильно вот вот эта губежка вот прям носик надо протюкать девочки видите как вот такая вот работа трудоемкая ух вот 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 как теперь пускай сохнет вроде как добилась эффекта не знаю что что-то куда-то что-то тут как-то никто напачкала вот ну если где-то что-то смотрите подправляйте тут вот все всегда я думаю собираться за ушками и вот здесь шейка очень важно ну ладно и вот складочка тоже все пускай сохнет ребенок ребенок сохнет все вот такой ребеночек холюсенький ну мне нравится прям вот ну хорошенький ну в общем вы поняли да дальше я буду все сама делать вот как это все на этом когда мы это все сделаем вот это двенадцатый урок завершения да или какой у нас урок тринадцатый а нет двенадцатый правильно двенадцатый я уж сама запуталась с этими уроками и дальше потом уже мы будем другое делать мы что мы там будем делать будем сопельки делать губки делать глазки вставлять там уже дальше волосики пойдут ушки тоже будем как бы такие вот такой эффект делать да все на этом всем спасибо за внимание и всем пока пока до новых видео на канале моем хобби до новых Продолжение следует...